я приветствую всех зрителей телеканала рбк новосибирск в эфире программа смысл есть проект где за приготовлением еды мы ведем осмысленные диалоги о бизнесе и сегодня у нас в гостях наталья естелевич наталья я приветствую вас вот хочется представить как-то в двух словах для меня наталья это бизнес-вумен женщина которая сделала бизнес новосибирске перевезла свой бизнес еще и в москву и развивать теперь его там а вот теперь наталья поподробнее расскажет о всех своих направлениях бизнеса спасибо большое за приглашение юль мне самой часто бывает сложно кратко рассказать о себе потому что у меня есть четыре направления моего бизнеса прежде всего это сеть центров эстетики и косметологии селевич студия мы работаем москве и новосибирске конечно же это школа где мы обучаем как мастеров ремеслу даем профессию повышаем квалификацию и сейчас ведем онлайн проект для владельцев бизнеса в общем проектов несколько и все это у нас совокупности так органически развивается уже на протяжении 10 лет сегодня мы об этом и поговорим как простому визажисту изначально до из новосибирска удалось развить бизнес притом наталья мама троих детей и ну будешь делиться сегодня секретами своего успеха но давай нашим телезрителям расскажем мы же не просто так здесь собрались мы будем готовить что за блюдо ты сегодня выбрала и какие ингредиенты нам понадобится но поскольку я всегда сторонница простых несложных и при этом до более здоровых рецептов которые максимально были бы для нас эффективных поэтому выбираем сегодня боу такое блюдо она универсальная можно заменять грудку например на рыбу и она готовится очень быстро вот сегодня как раз поделюсь со зрителями смотрите какие у нас ингредиенты но это зелень обязательно сегодня у нас руккола нам пригодится киноа но кто-то использует рис или ты не используешь ли скина я как-то вот перешла на ты почему-то сразу вот родственную душу почувствовала ничего если будем на ты общаться можно томаты черри финики кто-то использует кто-то нет я не использовала но по классическому рецепту они нужны мы немножко их добавим кедровые орешки дальше что у нас это мед оливковое масло горчица чеснок и травы прованские специи авокадо можно заменить огурцом я предпочитаю авокадо начинаем отваривать киноа запускаем плиту я как правило добавляю один к двум зависит от посуды если она более энерго такая сберегающая то один к одному примерно она сразу же рассыпчатым таким получается киноа мы перейдем к приготовлению грудки я знаю что грудку надо бы отбить предварительно да это все просто много оливкового масла очень здорово взять свежий чесночок его разрезать ножом отдавить добавляем прованские травы у нас чесночок будет специя можно соль в принципе немножко совсем ну что в целом потом блюдо так и все и нашу грудку для удобства чтобы ее отбили мы добавляем в пакет пакет и мы еще ее отобьем и мы ее оставим да то есть пока мы сейчас будем делать овощи наша грудка немножко замаринуется у нас уже сварилась киноа киноа у нас готова мы начинаем обжаривать грудку как ты из простого визажиста стала таким крутым бизнесменом бизнес-лумен давай с этого начнем как вот этот переход произошел потому что я уверена нас смотрят девчонки которые тоже работают визажистами мечта открыть свой бизнес как-то решилась как-то произошло я просто люблю очень женскую красоту и работы отдаваясь своей профессии я в дальнейшем начала преподавать создала команду брала людей с такими же ценностями и потихоньку из визажиста мастер просто бровиста там свадебного стилиста я ушла в перманентный макияж сейчас мы активно развиваем это направление удаление некачественных работ и потом дальнейшем появляется косметология уже более медицинские направления и все это прежде всего из-за любви к своей работе если делать то хорошо так согласно стараться и подбирать таких людей потому что у нас сейчас целая команда работает и я до сих пор мастер то есть я мнение цели отойти то есть я считаю что практика она важна я принимаю только клиентов мало в москве здесь я уже физически не успеваю доработать с клиентами потому что меняются тренды меняются тенденции и ты пробуешь то есть я занимаюсь приманентным макияжем обучаю да и соответственно то есть для меня ремесло это основа то есть как врач например создал кардиохирург клинику и ушел считать цифры то есть ну про бизнес да поэтому я нет не могу себе так представить вот я себе должна внутри продукта внутри нашей сферы быть общаться с мастерами то есть я отвечаю за продукт и конечно моя команда кто решает более уже финансовые все задачи там структурирование операционные все процессы что мое это другое почему процветает направление удаления перманентного макияжа почему то есть делают так много плохого для меня тоже загадка почему казалось бы с развитием с таким бурным индустрией перманентного макияжа параллельно развивается именно сейчас целой конференции проходят по удалению исправлению работ вот чтобы такого не было чтобы не хоть не приходилось ничего удалять а я пишу своем инстаграме очень много об этом на ю тубе рассказываю вам нужно прежде всего смотреть на зажившие результаты спустя годы потому что то что мы видим как развивалась индустрия это все на женских лицах да это синий зеленый где-то за пределами своей натуральной формы брови но мне помог опыт именно визажиста потому что когда я пришла в сферу мне был уже опыт обучения визажистов я читаю да лицо и учу это и команду и в своей школе это даю и получается что перманентный макияж это тот же макияж только на несколько лет то есть ты грамотно должна скорректировать детали скорее коррекцию сделать этих деталей лица а что я делал это брови акценты раздать в лице так чтобы окружающие не сказали вот и что татуаж сделала просто юлька красивая вот просто ты стала другой тебя взгляд изменился я губы стали чувства то есть деликатно вот расставить лицо но чтобы как я всегда говорю наша миссия чтобы окружающие не знали о том что у тебя татуаж потому что о татуаж дело это что-то вот вульгарное кажется да это надо сделать очень деликатно и чтобы с годами цвет сходил просто мягко высветляясь без ухода в красный в синий там зеленый а это грамотная именно специалист выбирает оборудование материалы и его ремесло очень важно потому что ошибки нет исправить просто так не сотрешь это очень интересная такая индустрия включает в себя и визаж и психологию медицину и химию физику потому что в пигментов и очень поэтому меня туда затянуло давай порежем авокадо ты мама трех детей ведешь бизнес успеваешь ли ты готовить я просто вижу рука набита ты как будто бы шеф-повар конечно дай бог здоровья нашим бабушкам и дедушкам до которые все равно помогали здесь активно когда мы уехали в москву мы остались одни не они у нас такой специально кто приходил готовить нас нет иногда меня спрашивают сейчас москве как ты успеваешь во первых есть доставка можно спланировать сейчас такие простые огромное количество простых полезных рецептов и я быстренько доставляют продукты плюс старший сын ему 13 лет ему интересно и я призналась что все я не все-таки мое это основное это внешне реализация чем дома до быть и поэтому но я считаю что по-женски вот знаешь вот эта энергия домашней еды она другая поэтому конечно периодически мужчины ну раза четыре в неделю 5 то есть я их там полноценно готовлю они на подхвате но где-то мы выходим заказываем и конечно же бабушка сейчас мы очень классно продумали логистику заморозка я прошу рецепты что и сейчас нам моя свекровь отправляет замороженные блинчики организация быта это тоже это управление до планировать семья эта команда конечно и поэтому невозможно всегда говорю что женщина сама все сама сама и детям уделить внимание и дома было чисто и сто процентов это сделать поэтому ты не можешь все это сделать подключать то есть если в плане быта конечно семья у там детские комнаты это все ответственность детей и также бизнес это распределяешь функции обязанности и контролируешь организовываешь это все нам нужно обжарить кедровый орех я предлагаю сделать салатную заправку нам понадобится масло льняное масло здорово оливковое горчица лимон мы сейчас выдавим из него сок и мед вы самый торжественный момент друзья мы собираем буо не поговорили об апелляции мы первые в россии вели пожизненную гарантию после курса, потому что результаты есть у наших пациентов, и, конечно, если лазер сертифицирован, если все сделано по протоколу, то результаты есть. Поэтому это курсовая процедура, после ее окончания курса 10 процедур у нас пожизненная гарантия. Это очень удобно, это сейчас современные женщины, они счастливы от этих процедур, что им не надо терпеть боль каждый месяц при определенных процедурах. В общем, сейчас настолько косметология, вообще эстетика развивается, и можно, главное, продобрать каждому клиенту именно ему необходимые процедуры. Так что деликатно, и чтобы экономило ваше время, и женщина была счастлива. Вернемся к Боулу. Мы выложили киноа на подушку. Да, здесь на любителя можно больше. Помидорки нужно нам на половинке разрезать. Этим я могу заняться. И тебе тоже могу передать. Отличается ли подход к ведению бизнеса, вот московский, новосибирский, и вот это мнение, что там гораздо сложнее, чем здесь. Действительно ли это так? Я думала, Москва меня ждет, и я поэтому приехала сразу же 200 квадратов в центре с парковкой, потому что здесь проделали огромную работу. Москва никого не ждет, это да, надо просто быть к нему готовым, к этому переезду. И просто мы вот за эти два года очень много обучились. Я за этот опыт очень благодарна. Но люди все то же самое. Не пугали, что, Наташ, ты уедешь, ты будешь злой, там злые. Нет, абсолютно. Так, ну давай мы что, смешиваем. Наташ булл готов. Очень приятно, что сегодня мы обсудили важные для женщин темы. Мы поговорили, видишь, как мы с тобой совместили, поговорили и о красоте, и каких-то тенденциях в сфере красоты, в сфере женской уверенности в себе. И поговорили о ведении бизнеса. Все-таки женщина может быть и сильным бизнесменом, и мамой, и хранительницей домашнего очага. Наталья, очень приятно с тобой общаться. Мы рады тебя были видеть на нашей кухне Камея. Спасибо огромное за приглашение, за такую красивую обстановку, профессиональную кухню. Это, конечно, здорово. Ну что, прощаемся. Желаем нашим телезрителям приятного аппетита. Увидимся на телеканале РБК. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.